Коллеги, добрый день. Я думаю, что все наши лимиты уже на ожидание можно заканчивать. Нас не очень много, но я прошу вас немножко потянуться сюда поближе. Надеюсь, что вам будет интересно. Надеюсь, что наша интернет-аудитория с нами, и поэтому нас будет с вами все-таки много. Я рада вас приветствовать в этих стенах на нашем втором семинаре, посвященном идеям, технологиям образования. Надеюсь, что это наши не последние встречи, они будут продолжаться. Сегодня мы будем затрагивать такую очень животрепещущую тему, будем говорить про различные электронные образовательные ресурсы и про феномен муков, которыми нас кто пугает, кто предсказывает некоторое будущее. И здесь сегодня приглашены такие у нас очень, ну, такие лидеры, мне кажется, по этим направлениям. То есть у нас в гостях сегодня князева Светлана Юрьевна. Это руководитель программного направления цифровая педагогика и обучающие материалы нашего стратегического партнера Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО. Она нам с вами расскажет про открытые образовательные ресурсы и перспективы со своей международного такого, наверное, взгляда. У нас с вами сегодня присутствует некоторый такой феномен нашего современного образования. Анатолий Шкрет, это ректор Института Интуит, даже правильно не знаю, как Национальный открытый университет Интуит даже, прям вот это самое. Мне кажется, это первый мук, который появился вообще в мире на русском языке уж однозначно. И его феномен очень такой известный. Я даже знаю, что во многих вузах всегда говорят, ну, почитай на Интуите, там все это уже есть. И количество курсов, которые обладает Интуит, и количество подписчиков, которые у него есть, и вот эта услуга бесплатного образования тоже уникальна. Я думаю, что сегодня Анатолий нам расскажет, как он этого добился, на что он живет, и какие он видит в себе дальнейшие перспективы. Также у нас в гостях с вами профессор Орлов Михаил Александрович. Это руководитель Международной Академии Модерн-Приз. И мы хотели бы, чтобы он поделился с нами, как можно использовать эти такие необычные технологии в подготовке специалистов инженерных направлений. Это еще не все. Еще у нас... Потому что в качестве доклада, который остановится на правовых вопросах использования развития открытого образования предприятия, в связи с лицензированным чатом. Да, это очень важный такой момент. И Александр Владленович Хорошилов, извините, Владимир Хорошилов, это... Каждый раз забываю вашу должность. А не важно. Ну, не важно. В общем, это институт ЮНЕСКО. И мы хотим просто вам сообщить о том, что мы давно дружим между собой, как ЕНАНО и как институт ЮНЕСКО. И сегодня, вот мы... Не сегодня, а неделю назад мы подписали некий меморандум о сотрудничестве и хотим его просто вам продемонстрировать. Да, Литя Владимирович? Да, то, что он живой, вот у нас есть меморандум на взаимопонимание. И эти спросы, в конференции мы открывали, говорили о нашем семинаре, и говорили о том, что эти мероприятия проводятся в порядке подготовки к заключению вот такого соглашения о сотрудничестве. Вот теперь мы уже на полном основании можем сказать, что у нас подписан соответствующий документ. И, значит, наши семинары, наши другие мероприятия имеют право на жизнь, на развитие. И в следующем году, я думаю, мы будем также встречаться с вами. Ну, мне хотелось бы сказать буквально несколько слов о том, что открытые образовательные ресурсы являются одним из приоритетных направлений ЮНЕСКО как в секторе образования, так и в секторе информации и коммуникации. И, естественно, наш институт, как институт категории 1 системы ЮНЕСКО, уделяет этому направлению очень важное, я бы сказал, первостепенное значение. В течение ряда лет проводятся многочисленные исследования, аналитическая работа, выполняются различные проекты. И все это отражается в публикациях института, которые вы можете найти на сайте института. Также они есть в твердой копии. И часть этих публикаций, которые имеют непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней с вами дискуссии, они здесь, вот там на регистрации. Кто еще не получил, вы можете получить некоторые материалы. И также я хочу обратить внимание, наверное, об этом Светлана Юрьевна тоже расскажет. Я просто взял твердые копии нескольких отчетов аналитических, связанных с различными странами в контексте открытых образовательных ресурсов. Они также находятся в электронном виде на нашем сайте. Ну, это вот свежая такая публикация, открытые образовательные ресурсы в Польше. Есть аналогичная публикация по Российской Федерации, по Бразилии, которая, кстати, была признана одной из лучших публикаций в ЮНЕСКО. И также в Китае вот такие. Так что смотрите на сайте, а я хочу предоставить слово Светлане Юрьевне. Можно я еще прямо, ну, коллеги, по окончанию нашего мероприятия, там, где вы вас отмечали, вашу регистрацию, можно будет подойти и получить сертификат участника. Так что не забудьте, пожалуйста, это сделать. Хорошо? Все, спасибо. Представляете? Да. Так, ну, слово Светлане Юрьевне Князевой. Можно, нет? Туда. Туда пойдешь? Туда пойдешь? С вами Юрьевна, мы готовы вас слушать. У меня довольно длинное название у моего доклада, который даже, если бы я знала, что такой формат слайда, я бы дописала до конца. То есть предполагается, что в конце своей презентации я расскажу о перспективах использования открытых образовательных ресурсов массовых открытых онлайн-курсов и конкретном инженерном образовании. Но начнем с нескольких, с нескольких более общих положений. Итак, открытые образовательные ресурсы – это как бы одно из направлений открытости и движение по направлению к открытости наряду с открытыми лицензиями, открытыми стандартами, открытыми учебниками, инициатива Open Access, открытого доступа, открытые журналы, открытый архив и так далее. ЮНЕСКО занимается продвижением открытых образовательных ресурсов 2002 года, и в прошлом году как раз в Париже прошел Глобальный конгресс по открытым образовательным ресурсам во знаменование десятилетия деятельности ЮНЕСКО в данной области. А в 2002 году на форуме по открытым учебно-методическим комплексам для развивающихся стран, для высшего образования развивающихся стран, который прошел в Париже в 2002 году, было констатировано, что открытые образовательные ресурсы играют исключительно важную роль для обеспечения более широкого доступа к образованию, для повышения его качества. И это справедливо не только для высшего образования, но и для обучения на протяжении всей жизни. Ну и про конгресс я уже упомянула. 2012 года министры образования и представители государств, членов ЮНЕСКО, одубрили Парижскую декларацию по открытым образовательным ресурсам, которая призывает и далее способствовать, поддерживать, содействовать расширению использования открытых образовательных ресурсов. Собственно говоря, подоплекой движения открытых образовательных ресурсов являются довольно-таки альтруистические соображения, а в более формальной форме это было сформулировано в монографии, опубликованной Организации экономического сотрудничества и развития в 2007 году, которая называлась Giving Knowledge for Free. И основная рекомендация этой монографии заключалась в том, что академические научные результаты, а также материалы о природном наследии, подготовка которых в электронном формате была профинансирована за счет государственных средств, должны быть доступны для образовательных целей на бесплатной основе. В том же 2007 году была принята Кейптаунская декларация об открытом образовании, которая призывает деятелей образования, авторов, издателей, организации открыть доступ к их ресурсам. ОООР должны быть... Дальше я уже не буду каждый раз говорить полностью, я буду говорить ОООР, потому что это как бы позволит нам сэкономить некоторое время. ОООР должны быть доступны на основе открытых лицензий и публиковаться в форматах, облегчающих их использование и редактирование на основе различных технологических платформ. По мере возможностей их следует также сделать доступными лицами с ограниченными способностями и имеющим ограниченный доступ к интернету. Очень важным компонентом концепции открытых образовательных ресурсов является использование открытых лицензий, и поэтому я попросила сегодня в качестве судокладчика выступить Александра Васильевича Евтюшкина из Института развития информационного общества. Данный институт является представителем организации Creative Commons в России. Важность ОООР для глобального образовательного сообщества была подчеркнута в коммунике Всемирной конференции по высшему образованию. Новую динамику высшего образования и исследований во имя социальных реформ и развития обеспечивается более широкое распространение открытого и дистанционного образования и возможности, предоставляемые ИКТ для расширения доступа к качественному образованию. В особенности при совместном использовании ОООР широким кругом стран и учреждений высшего образования. Согласно статистике организации экономического сотрудничества и развития, у них там есть Центр развития образования, это статистика на 2007 год, которая уже за 5 лет наблюдается с тех пор определенная динамика. В то время более 3000 открытых курсов были доступны в различных университетах США, в Китае, Японии, Франции, Великобритании, Австралии, других странах Европы. И существовал ряд инициатив, направленных на создание и развитие открытых репозиториев, репозиториев, хранилищ, коллекций, открытых образовательных ресурсов в интернете. Это Мерло, Ариадна и другие. В дальнейшем, со временем, эти инициативы, некоторые из них, изменили свой характер. Например, существуют примеры того, как открытые репозитории эволюционируют в массовые открытые онлайновые курсы. Существуют различные форматы открытых образовательных ресурсов. Это учебно-методические комплексы, которые основаны на традиционных образовательных курсах, разработанных для очного обучения в университетах с использованием новейших технологий. И открытые курсы, основанные на материалах, разработанных для открытого или дистанционного образования. Примером первого является MIT, а второго – это проект OpenLearn открытого университета Великобритании. Об этом я подробнее немного расскажу позднее. Многие национальные и международные инициативы объединяют свои усилия и размещают открытый образовательный контент, который они разрабатывают в рамках консорциума OpenCosware консорциума, который на сегодняшний день объединяет 183 вуза и ассоциированные организации из 40 стран. На самом деле эти цифры постоянно растут, и в том числе членами этого консорциума являются несколько российских вузов. Ну вот, к сожалению, в таком формате получилась картинка немножечко вытянутая. Но это, значит, я просто приведу примеры нескольких крупнейших ООРов, значит, и пионером в данной области это стал Массачусетский институт технологий, который открыл большое количество своих курсов, открыл доступ к этим курсам, люди из различных стран мира могли регистрироваться и проходить обучение по этим курсам. В результате, в случае успешного прохождения тестов, можно получить сертификат о завершении обосвоения этого курса. Еще один пример — это уже упоминавшийся OCW консорциум. Я думаю, презентация будет доступна потом на сайте, и поэтому эти ссылки для тех, кому они еще пока не знакомы, эти люди смогут воспользоваться и более внимательно изучить сами сайты. Пример китайского сайта — это репозитория открытых образовательных ресурсов. OER Commons — еще одна инициатива. OpenLearn — и в дальнейшем это инициатива открытого Университета Великобритании, и в дальнейшем она переросла в проект FutureLearn, который уже является массовым открытым онлайновым курсом. МОК — пока не очень привычная аббревиатура, но я думаю, что к концу сегодняшнего семинара уже она станет привычной для вас. открытые курсы Ельского университета и масса других, например, университета Южного Квинсленда в Австралии, Цурики. Ну вот, а тут я тогда сделаю, перейду непосредственно к тому, чем занимается наш институт. К сожалению, у меня произошел небольшой сбой, когда я готовила эту презентацию, и я планировала добавить сюда еще несколько слайдов, в том числе один по поисковым машинам, которые позволяют искать открытые образовательные ресурсы в интернете. Но я дополню эту и попрошу организаторов уже полную презентацию представить, потому что то, что я вам показала до этого, это самые крупные организации и инициативы, а существуют еще тысячи и тысячи других, и чтобы как-то сориентироваться в этом море доступного образовательного контента, вот даже были разработаны специальные поисковые машины. Но все, что я вам показывала до этого, это было, и о чем я говорила, это в основном Северная Америка, это Великобритания, это Канада, но в основном англоговорящие страны. Есть, конечно, примеры и национальных инициатив в других странах, но в принципе надо сказать, что движение до последнего времени, да и на сегодняшний день это так, больше готовыми к открытости вот почему-то англосаксонские страны и страны, говорящие на английском языке оказались. А если мы посмотрим на Россию или на неанглоязычные страны, то там ситуация обстоит несколько иначе и не так хорошо обстоят дела с открытыми образовательными ресурсами. Мы с 2009 года, наш институт проводит изучение состояния дел в области ООО в неанглоязычных странах, было проведено исследование в 18 странах, они перечислены на этих слайдах, был выпущен сборник по, обобщенный сборник по 9 странам СНГ и он на русском языке. И вот Александр Владимирович показывал эти брошюры, это страновые доклады, отчеты по Бразилии, Китаю, Литве, Российской Федерации, недавно вышел по Польше и готовится по Франции. Исследование состояния дел в области ИКТ в образовании и открытых образовательных ресурсов, которые вообще-то, ну вот если говорить о странах СНГ, в полном смысле этого термина, ну практически отсутствует, потому что пока еще и лицензии открытые на пространстве СНГ не столь широко распространены. А примеры других стран показывают нам, как каждая из них, с какими проблемами они сталкивались на пути продвижения открытых образовательных ресурсов и как они их решали. Ну, например, в Польше в прошлом году была, стартовала национальная инициатива, объявленная правительством и профинансированная, называется она «Открытый учебник». И в течение нескольких лет будут созданы открытые учебники для полного курса средней школы, начальной и средней школы. И эта инициатива была очень, так сказать, негативно воспринята издательствами страны, они обращались в правительство, они создали коалицию, там поднимали вопрос о том, что тут нарушаются, ну, во-первых, эта инициатива наносит ущерб их интересам, а во-вторых, нарушаются еще и некоторые правовые аспекты. Очень быстро в направлении продвижения открытых образовательных ресурсов продвигается Бразилия, там уже отдельные штаты легализовали у себя лицензии Creative Commons, и это, соответственно, способствует ускорению процесса продвижения открытых образовательных ресурсов. Китай пошел своим путем, они, там тоже была государственная инициатива, национальные курсы высшего качества, и университеты, профессора университетов на конкурсной основе сначала подавали заявки, а потом курсы отобраны уже получали финансирование, а после отбора выделялось финансирование на отобранные курсы отдельным профессорам. Но опыт показывает, что здесь не все шло гладко, потому что некоторая субъективность присутствовала в некоторых случаях при отборе, но тем не менее уже сейчас как бы финансирование этой инициативы прекратилось, но сама программа дала большой толчок продвижению открытых образовательных ресурсов в Китае. Ну, как я уже сказала, когда говорила про СНГ, несмотря на то, что в интернете имеется большое количество образовательных ресурсов, которые как бы открыты, ими можно пользоваться, и не всегда оговорены условия, поэтому очень часто учителя и преподаватели воспринимают их так, что они могут выбрать и использовать, а другие, наоборот, остерегаются это делать, потому что существует угроза быть обвиненным в плагиате, что очень нежелательно. Существуют также ресурсы, которые доступны после регистрации, и доступ к которым открывается только пользователям, студентам и преподавателям конкретного вуза или страны, и они также не являются открытыми образовательными ресурсами в полном смысле этого слова. В результате мы проанкетировали преподавательский состав и экспертов в странах СНГ, и они перечислили следующие факторы, которые побуждают их к созданию и использованию условно говоря открытых образовательных ресурсов, хотя бывают и такие случаи, когда профессор сам выкладывает на сайте несколько своих курсов и дает приписку, дисклеймер, что любой желающий может использовать мои курсы с указанием. Пока я не буду специально касаться вопросов лицензии, оставлю это все, не буду есть хлеб Александра Васильевича, но пока Creative Commons, в частности, не очень часто появляется на сайтах в СНГ. Итак, преподавательский состав побуждает к созданию открытых ресурсов, это именно интерес к созданию инновационных ресурсов, желание расширить доступ студентов и коллег к своим материалам, повышение видимости учебного заведения, ну, к этому может стимулировать, видимо, само учебное заведение, повышение качества образования, в некоторых случаях разработка ресурсов открытых вменена в обязанности преподавателей администрации образовательного учреждения, можно получить дополнительные баллы при аттестации за разработку таких курсов или дополнительное вознаграждение, ну и совместное использование курсов снижает расходы на разработку курсов. А что же препятствует более широкому внедрению открытых образовательных ресурсов в образование, это лишь в очень редких случаях разработанные национальные стратегии информатизации образования стимулируют именно разработку и использование открытых образовательных ресурсов. Деятели образования недостаточно осведомлены о наличии и возможностях, предоставляемых открытыми образовательными ресурсами, опять же, права интеллектуальной собственности, что очень актуально для стран СНГ, это языковой барьер, то есть весь тот огромный пул ресурсов на английском языке, который существует и которым можно было бы, казалось бы, воспользоваться. Недостаточное владение английским языком иногда препятствует тому, чтобы использовались зарубежные ресурсы. Педагогические методики не адаптированы к использованию. И еще некоторые риски, связанные с использованием ООР, это вопросы качества, не существует методик обеспечения качества. Система поощрения внедрения ООР в образовательную практику не разработана или не была разработана до самого последнего времени. Ну и, как я уже сказала, очень серьезным барьером является культурный, в кавычках, барьер. Это то, что преподаватели не готовы сами делиться своими материалами и редко используют и модифицируют чужие материалы из-за опасения нарушения права интеллектуальной собственности. Также существует такое мнение, что чужие материалы, разработанные в других городах, странах, вузах, не соответствуют местным потребностям или они недостаточно высокого качества. Так, что-то вот у меня с этим файлом какой-то сбой. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, кажется, сейчас мне удалось. Да. И непосредственно от открытых образовательных ресурсов, то есть само движение стартовало в 2002 году. В 2001 году, собственно говоря, Массачусетский институт технологий начал открывать свои курсы. В 2002 году была конференция ЮНЕСКО. И в 2008 году заговорили о массовых открытых онлайн-курсах. Первый прецедент был, это курс канадских профессоров Стивена Доунса и Джорджа Симменса. По конъективизмам есть такая теория обучения. И на нее зарегистрировалось несколько сот тысяч, то есть несколько студентов из университета и, значит, студентов из других городов и стран. Таким образом был создан прецедент. А дальше очень активно эту инициативу подхватили вузы и стали создавать целые консорциумы вузов. То есть, например, MIT организовал консорциум, в который на настоящий момент, в состав которого на сегодня входят 28 университетов из США и Франции, Швейцарии, Канады и Нидерландов. Они открыли 63 курса. Инициатива называется AdX. Вот этот слайд у меня тоже, к сожалению, не представлен в этой презентации. И на курсы зарегистрировалось около 1 миллиона студентов в настоящий момент. Инициатива Udacity изначально была создана профессорами Стэнфордского университета и как некоммерческая инициатива. В настоящий момент они на этой платформе 25 курсов и около 400 тысяч студентов, обучающихся. Еще одна крупная платформа Coursera, она была создана в 2012 году. На настоящий момент 82 партнера университета входят в состав этого консорциума. Они предлагают 386 курсов и более 3,5 миллионов студентов зарегистрировалось на их курсы по различным направлениям, в различных дисциплинах. И в последнее время даже наши российские вузы стали размещать свои курсы на Coursera. Вот тут на слайде плохо видно, но второй и третий – это Московский университет физики и технологий. 14 февраля они выложили свои курсы на русском языке, хотя тут присутствуют курсы на различных языках. Известно о том, что в высшей школе экономики около в настоящий момент должно быть 13 курсов, мне говорили об этом. Но получается, что таким образом получается, что российские вузы используют зарубежные платформы. Ну, еще несколько примеров платформ для массовых МООК, массовых открытых онлайн-курсов. И вот я хочу сказать, что здесь происходит некоторая миграция. То есть те инициативы, которые изначально были репозиториями или просто коллекциями открытых образовательных ресурсов, мигрируют и начинают выполнять другие функции, а именно осуществлять обучение. В чем отличие между открытыми образовательными ресурсами и массовыми открытыми онлайн-курсами? То есть по своему составу они могут включать туда видео, сами лекции в текстовой форме или записанные на видео, аудио или какие-то другие формы, практикумы, задания, тесты, в результате которых возможно получить сертификаты. Но это в онлайновых курсах. А значит, открытые образовательные ресурсы и их репозитории, они просто как бы открывают эти ресурсы для изучения и в результате человеком из любой точки мира, но не предполагают поддержки преподавательской. А массовые онлайновые курсы сейчас существуют как бы в том, что есть две разновидности. Это если на английском языке там аббревиатура «Си-мо-ок» или «икс-мо-ок». Значит, первый «Си» вначале означает, происходит от слова «Коннективизм». И именно в «Си-мо-ок» там больше объем работы с преподавателем, в то время как платформы «икс-мо-ок» более крупные и как раз организованы элитными университетами, но там взаимодействие с преподавателем в меньшей степени, оно все происходит преимущественно в асинхронной форме. То есть это существует специальная такая среда интерактивная, где студенты могут оставлять свои вопросы, преподаватель может на них отвечать, иногда их соученики, со-студенты могут тоже отвечать на эти вопросы. Ну и так получается как бы такая социальная среда. Вот такое краткое введение в ООО и МООК. Недавно, на прошлой неделе у нас было заседание рабочей группы в институте, и там как раз был поднят вопрос о том, насколько МООК приемлемы и пригодны для инженерного образования. И как раз проректор Литмо сказал, что, наверное, не очень МООК подходит пока для такой формы обучения. Тут скорее пока, ну, либо это нужно возможности изучать дальше, либо, ну, так сказать, в традиционной форме предоставлять обучение инженерным специальностям, в силу того, что требуется специальная практика, мы их разработка на платформах МООК может оказаться очень дорогостоящей. На этом я закончу и передам слово Александру Васильевичу. А если какие-то вопросы возникнуть, мы потом ответим вместе. Может быть, последнее еще я скажу. То есть я сказала о том, что российские вузы размещают свои курсы на зарубежных платформах. Но сегодня вот у нас есть еще один докладчик, и это как раз российский пример, образчик такого МООКа. И есть еще несколько инициатив. Академия IT разработала платформу для размещения массовых открытых онлайновых курсов. И также проект «Университариум», но о нем пока еще не очень много известно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...